я хотел тут еще порассуждать на тему ну вообще стендап формата стендапа сейчас я что по сути пытаюсь по сути я пытаюсь себя представить ну таким профессиональным стендапером который может работать в кадре есть о чем рассказать метла метет туда-сюда не типа может быть убедителен местами смешон но это как на кого где-то заходят где-то не заходит и вот я хотел порассуждать на тему надо ли писать стендап надо ли готовиться я вот по своей вот природе со школы я вот такой не любил учиться я если что-то понимаю я понимаю если что-то не понимаю не мое я прошел дальше я не буду это зубрить чтобы для этого что-то сдать но я как-то это умудрялся я всегда въезжал в принцип даже если тема мне не интересно понимал законы как говорится механизм ее работы и на контрольных там тогда в школах там где-то на экзаменах я просто выпуливал им базовый вот этот понимание вопроса своими словами новую точку зрения и эти вот которые принимающие там ну на бумаге либо когда голосом это говоришь они это читали и понимали что ты далеко еще больше понимаешь их в этом вопросе и они такие лучше мы поставим 5 я всю дорогу учусь там тройки там двойки тройки двойки редко четверки там по рисованию по пению по физкультуре по геометрии кстати но не были у меня любимые предметы которые я действительно я погружался там я был отличник а так целом троечник а че то мы обучили а ну да стендап надо ли писать стендап вот короче если я напишу себе текст он возможно будет угарный не он будет там что-то там я в нем вспомню про это привод прочерчу вот эти какие-то замысловатые и отточу какие-то фазы до фразы там с фазами короче все это взаимосвязано что-то там набросаю чтобы читать будет прикольно а вот повторить это не смогу не может что-то смогу и тогда я понимаю что в принципе набрасывать надо сейчас я не набрасываю сейчас просто леплю что получается в голову то есть в принципе как бы работать над этим надо надо тезис на себе мне просто набрасываю там где-то под экраном там листочек повесил и там у меня типа там об этом с этого на это чтобы не путаться в показаниях чтобы мыслях как бы задержать какое-то нить повествования чтобы всем было понятно а то скажут ну вот он опять перепрыгнул мы там не дослушали тут новая тема началась тебя вообще мы не знаем да нахрен его слушать вообще пойдем отсюда но с другой стороны если разобраться я вот такого ну я не знаю это есть наверное может мне не попадалось я же еще не настолько настоящий сварщик такой экспромт стендап когда ты выходишь и просто ну давайте о чем поговорим ну и там люди такие жопа космос отношение людей ну как бы такую шляпу это все соединять как-то реагировать на одно на второе третье все это в целом рассматривая как такое букет происходящего да где есть там зрители они гибкие они тебя слышат ну то есть это калибровка происходит это к живее будет ну как бы не будет этих как бы повторов я не смогу не я могу это рассказать там одну и ту же историю меня их жизнь убивал да есть там связаны с криминалом есть там связаны другими этапами жизни вот я не все яркие интересно я всю жизнь травил в компаниях все ржали я подумал если ржут двое почему не это могут быть не 200 не 200 тысяч человек ну раз заходит да и поэтому надо пробовать вот сейчас сижу накидываю и понимаю что чуть себя насиловать писать ну попробую говорят распишешься туда-сюда но писать вот эти стендапы которые должны быть яркие да а яркие они могут быть когда-нибудь ну как бы души когда они у тебя слова рождаются сами по себе складываются какой-то смысл ну то есть ты просто у тебя процесс идет а это здесь формулирует вот эта ценность мне кажется и вот эта ценность неповторимость но такие вещи надо просто записывать так мало ли там умная какая-то вещь придет кому-то станет полезно кому-то интересно вот тем более сейчас в этот век когда все можно делать очень легко ненавязчиво там техника позволяет все сиди стесняться интернет пожалуйста выложил там тебе зашло там другому за что так и обрастает эта история смыслом так мы соединяемся нам принципе не надо соединяться на высоту дуги в общий бедный для просто соединиться понятиями какими-то интересами сравнить их понять где ты за что ты говоришь и кем ты являешься но такие вещи и люди по интересам когда собираются эта сила они разбросаны по всей земле но они на связи они могут оперативно предпринять какие-то действия если вот критическая масса людей которые по сути за добро даже настоящее за то чтобы за что мы все-таки топим вот если эта критическая масса людей поймет что харе надо кончать этот беспредел то она его закончить когда-нибудь это произойдет это логично это просто часть естественного процесса вот поэтому я считаю что стендап писать не надо стендап должен выливаться из тебя выливаться и чем он будет живее тем он будет полезнее и для тех кто тебя слушает не в записи а живьем потому что они будут в этом тоже участвует это диалог не подъебом какой-то как типа людей кто вы да а это диалог они кидают темы мы развиваем они кидают темы которые им допустим больные там чем-то или интересные а тут такой совместный коллективный мозговой штурм получается он как бы человеку дает ответы новые новые точки зрения кто знает он завтра рофеллером станет но если все и мерить не на бабки неважно кем он станет представляете место где люди переделываются есть место куда не надо ходить тренинги там что-то куда-то ты пришел закинул идею да с тобой пошутили час там шоу прошло все поражали получили кайф и ты еще для себя сформулировать новые горизонты вещь да может даже нашел и вот такая телега такие шоу с пользой тудунь 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 хай синий кайф ну и снялась